Сегодня, знаете, у меня был такой насыщенный, скажем, день для меня. Я выступала перед студентами агрономического факультета и перед студентами экономического факультета. Так как все-таки моя специализация, это, наверное, более близко студентам агрономического факультета, я видела, что там больше интерес к тому, что я рассказываю. Хотя студенты экономического факультета тоже слушали очень внимательно. Я пыталась с ними обсуждать именно темы, экономические темы, рентабельности, выгодности, вообще бизнеса, везде не любого бизнеса. Агрономический факультет, конечно, студенты агрофака, они и практику у нас проходили, и приезжали к нам в садовый центр. И я думаю, больше интерес вызвал именно, и первая тема, она была такая, питомниководство и развитие питомниководства в России. Я думаю, кого-то это все равно заинтересует. Понимаете, тот опыт, когда приходят люди практики и рассказывают о существующем бизнесе, не просто абстрактно что-то можно сделать, а именно практики, я знаю по себе, мне, например, как руководителю, мне всегда интереснее слушать людей, практиков, а не теоретиков. И я думаю, для них тоже очень было интересно, если даже не сейчас, когда они начнут работать, они это вспомнят. Те слова, которые я говорила, я очень надеюсь на это. Вот в прошлом году у меня были на практике студенты после четвертого курса. То есть они имели возможность знакомиться с растениями уже после четвертого курса. Я думаю, что эту практику можно начинать пораньше. Я предлагала и предлагаю, в принципе, делать выездные занятия на базе садового центра. Я всегда готова идти навстречу студентам, чтобы они получали какой-то опыт знаний. Потому что если они приходят просто с теоретическими знаниями и со своими дипломами, сейчас вот здесь на круглом столе я разговаривала, да, я говорю, вы не можете быть сразу агрономами. Я не могу вас поставить как работодатель-агроном, вы не готовы быть агрономами. Вы же не знаете, как обработать растения, в какой дозе обработать растения, если я вам доверю. Вы мне сожжете растения просто-напросто. Вы разве можете сказать, разработая систему защиты растений, если вы их не знаете, как они называются даже? По желанию я уже сказала и повторюсь. Побольше практики и можно организовать. Я всегда готова принять у себя в садовом центре на выездные какие-то занятия, чтобы, ну, может быть, одно занятие в месяц. В принципе, можно это реально организовать людям, именно те, кто занимается садоводством и ландшафтным дизайном. По крайней мере, в период, когда идут у нас активные работы, начинается в феврале. Февраль, март, апрель, ну и май, естественно. В мае мы уже очень активно работаем. В тот период, когда у студентов нет еще летней сессии. И одно занятие в месяц, чтобы они могли потрогать, посмотреть своими руками. Может где-то даже пересаживать растения, понять корневую систему, понять, в какую почву грунт сажается. Вообще просто понять, как обрезка делается кустарников, деревьев и многолетних растений. Просто понять изнутри. Ведь когда мы покупаем растения, мы же не знаем, как выглядит корневая система. А день поработает, грубо говоря, посмотрели. Они могут очень много узнать, не надо рассказывать теоретически. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова